МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После Первой мировой войны эффективность действий подводных лодок была поставлена под сомнение. Однако новый всемирный конфликт доказал, субмарины еще рано списывать со счетов. Советские подлодки времен Великой Отечественной войны в фильме «Оружие». Лето 1941 года стало одним из самых трудных периодов для советских подводников. Уже 27 июня немцы захватили порт Лиепай. Здесь располагалась главная ремонтная база подводных лодок Балтийского флота. Субмарины стояли в доках на профилактическом и текущем ремонте. При попытке прорыва с территории судоремонтного завода 8 советских подводных кораблей были потоплены германскими пикирующими бомбардировщиками. Причина была в том, что ремонт на лодках не завершился, и они могли идти только в надводном положении. В результате стремительного продвижения немецких армий на восток еще через месяц был блокирован «Таллин» – главная база Балтийского флота. Во время прорыва советских кораблей через воду Финского залива в Хронштадт флот понес серьезные потери. Погибли, подорвавшись на минах, и две подводные лодки. Бомбардировщики «Люфтваффе» потопили плавучую мастерскую «Серб» и «Молот» с новейшим оборудованием и огромным количеством запасных частей для подводок. В целом же за первые месяцы войны на Балтике погибла каждая пятая советская субмарина. Большая часть из них подорвалась на минах или была уничтожена авиацией противника. Советские подводники отвечали ударом на удар, но их боевые возможности были весьма ограничены. Успешно действовали в 1941 году наши подводные минные заградители. Их было, к сожалению, немного. Подводная лодка «Л-3» «Фрунзовец» и две подводные лодки бывшего эстонского флота «Лимбит» и «Калев». Они ставили мины у немецких баз и у наших захваченных баз. На этих минах подорвалось довольно незначительное количество немецких боевых кораблей и транспортов. После перехода основных сил флота на Ленинградскую и Кронштадтскую базы, военно-морское командование пересмотрело тактику ведения подводниками боевых действий. Подводный флот разделили на три боевых эшелона в зависимости от степени подготовки экипажей. Пересмотрели устоявшуюся тактику атаки подводной лодкой корабля или транспорта противника одной торпедой, так как при этом шансы на поражение цели были значительно ниже, чем при групповой торпедной атаке. Также командирам лодок запретили свободную охоту в открытом море. Это объяснялось тем, что после первых потерь в своих кораблях немцы стали водить конвои в прибрежных зонах, на мелководье. Обнаружение лодки в таком районе означало ее неизбежную гибель. Отныне командирам ставилась задача по боевому патрулированию в соответствии с планами командования флота. После этого подводная война развернулась с новой силой. Реорганизация Балтийского подводного флота принесла свои плоды. Морские силы Германии и Финляндии понесли серьезные потери. За этот период времени в ходе боевых походов погибло и более 10 советских субмарин. Основные потери пришлись на плохо подготовленные экипажи. Пиком боевых действий наших подводников на Балтике являлись боевые действия 42-го года. К этому моменту на флоте еще было довольно большое число подводных лодок. Подводники действовали тремя эшелонами. Первый эшелон из 10 подводных лодок вышел в Балтийское море весной. Из 10 подводных лодок было потеряно 3. Второй эшелон тоже 10 подводных лодок. Была потеряна одна подводная лодка. Наиболее тяжелые потери пришлись на дуле третьего эшелона. Из 15 подводных лодок было потеряно 8. Немцы от действий подводных лодок, немцы и финны от действий подводных лодок потеряли 41 транспорт и несколько боевых кораблей. Все возрастающий список потерь от действий советских подводников заставил командование немецкого флота предпринять срочные жесткие меры. Была создана мощнейшая система противолодочной обороны. Ее основой стали плотные минные заграждения и два ряда противолодочных сетей, которые протянулись с севера на юг от финского до эстонского берега, полностью перекрыв выход из финского залива в Балтийское море. К началу 43-го года строительство этой системы было завершено. Таким образом, на целых полтора года, вплоть до сентября 44-го, советские подводные лодки оказались запертыми в финском заливе. Их боевая деятельность на Балтике практически прекратилась. Насколько серьезны были немецкие оборонительные рубежи, свидетельствует тот факт, что из шести советских субмарин, попытавшихся прорваться в Акрутое море, уцелела только одна — Ща-303. За ней три недели гонялись вражеские смитцы. Благодаря высочайшему профессионализму ее командира, Ивана Травкина, и мужеству экипажа, подлодка сумела вернуться в Кронштадт. 1 марта 1943 года подводная лодка Ща-303 получила звание «Гвардейская». Командир лодки, капитан 3-го ранга Иван Травкин в апреле 1945 года был удостоен звания Герой Советского Союза. Главной ударной силой Советского подводного флота в период Великой Отечественной войны были «Щуки» — субмарины, построенные в 30-х годах по проекту Ща. Они предназначались для действий в прибрежных районах и внутренних морях. При разработке проекта военно-морское командование потребовало от конструкторов, чтобы лодка имела на вооружении 6 торпедных аппаратов и 2 45-мм зенитных орудия. Первоначально планировалось, что прототипом для «Щуки» станет американская подводная лодка типа «Эй-Джи». Такие субмарины были закуплены еще царским правительством и хорошо зарекомендовали себя во время Первой мировой войны. Однако требование усилить вооружение создаваемой подлодки привело к серьезному росту ее водоизмещения и изменению наружных обводов. В связи с этим от американского прототипа отказались. В 1930 году по новому отечественному проекту «Ща-3» серии были заложены первые три лодки. Через два года они вошли в боевой состав флота. В дальнейшем в рамках этого проекта было построено еще 4 серии «Щук». При переходе от одной серии к другой в проекты вносились конструктивные изменения, которые улучшали мореходные и боевые качества лодок. Устанавливались более совершенные приборы навигации, радиосвязи, гидроакустики. «Щука» — средняя дизельная подводная лодка проекта «Ща». Скорость надводная — 11 узлов. Скорость подводная — 8 узлов. Предельная глубина погружения — 90 метров. Силовая установка — два дизельных двигателя мощностью по 500-800 лошадиных сил. Автономность плавания — 20 суток. Экипаж — 38 человек. Водоизмещение надводное — 584 тонны. Вооружение субмарины составляли 4 носовых и 2 кормовых торпедных аппарата калибра 533 миллиметра, а также 2 45-миллиметровые зенитные полуавтоматические пушки. Отличительными особенностями лодок проекта «Ща» были дешевизна в постройке, повышенная маневренность и живучесть. Обладая мощным торпедным вооружением, а также системами, которые обеспечивали скрытый выход в торпедную атаку, «Щука» могла действовать против крупных боевых кораблей противника. Прочность и надежность лодки были проверены боями. Командир «Ща-309» так писал об одном из ожесточенных преследований своей субмарины противолодочными кораблями противника в 1942 году. Лодка выдержала все испытания. Близкие разрывы глубинных бомб, большие глубины, капризы морской стихии. И в полной боевой готовности, не пропустив ни одной капли воды внутрь, продолжала нести боевую службу. На Балтике у боевой работы «Щук» была своя специфика. Здесь каждый выход в море при прохождении мелководных Балтийских проливов превращался в поединок лодки с вражеской авиацией, противолодочными кораблями и многочисленными минными полями. Осенью 1944 года, как только Финляндия вышла из войны, советские подлодки снова вырвались на Балтику. В море вышли пять щук. Самым красноречивым признанием их боевых заслуг за 1944-1945 годы служат слова главнокомандующего военно-морским флотом Германии, гросс-адмирала Карла Денница. Появление русских на Балтике привело к тому, что Швеция прекратила поставки в рейх железной руды. За все время войны щуки потопили 51 транспорт, одну подводную лодку и два сторожевых корабля противника. Рубка краснознаменной подводной лодки Ща-307 установлена в Москве, у мемориала на Поклонной горе. Как вечный памятник самым удачным и самым удачливым подлодкам Великой Отечественной войны. За мужество и героизм своих экипажей, пять подводных лодок типа «Щука» были награждены орденом боевого красного знамени. Успешно воевали с врагом субмарины и других проектов. Рассказ о них в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok